Историческое шулерство. Анализ ответов президента РФ во время встречи 11 заседания дискуссионного клуба «Валдай». Никогда не подвергал сомнению то обстоятельство, что Украина является современным, полноценным, суверенным европейским государством. Другое дело, что история формирования Украины в его сегодняшних границах – это довольно сложный процесс. А вы что, разве об этом не знаете? Вы что, не знаете, что в 1922 году часть земель Российской Федерации, которую как раз вы и называете, в общем-то, это всегда исторически так, исторически называли эти земли Новороссии. Почему? Потому что это, по существу, был один регион с центром в Новороссийске, поэтому назывался Новороссией. Эти утверждения не соответствуют действительности. В 1921-22 годах никакие территории от России Украине не передавались. В эти годы российско-украинская граница изменениям не подвергалась. Термин, этимологически связанный с названием «Новороссия», находился в активном употреблении чуть более столетия. С 60-х годов XVIII века до 70-х – XIX, после чего вышел из употребления. Существовали административно-территориальное образование. Первая Новороссийская губерния, вторая Новороссийская губерния, Новороссийское генерал-губернаторство, Новороссийское и Бессарабское генерал-губернаторство. По существу был один регион с центром в Новороссийске, поэтому назывался Новороссией. Термин «Новороссия» не происходил и не мог произойти от названия города Новороссийск, поскольку Екатеринослав, нынешний Днепропетровск, был переименован в Новороссийск только в 1796 году, то есть через 32 года после образования первой Новороссийской губернии. Через 6 лет, в 1802 году, городу было возвращено имя Екатеринослав. В течение 123 лет до 1925-го Екатеринослав являлся центром не Новороссийской, а Екатеринославской губернии. Новороссийск на Днепре, Емпропетровск, не следует смешивать с Новороссийском в Цемесской бухте Черного моря, строительство которого началось в 1838-м на месте турецкой крепости Суджук-Кале. В течение более двух столетий, с 1802 года, в Российской империи, СССР, Украине, России не было никаких Новороссийских губерний и областей. При этом следует иметь в виду, что генерал-губернаторство не является единицей административно-территориального деления Российской империи. Таковыми были лишь губернии, области и наместничества. С 1874 года не существует каких бы то ни было административных единиц с термином «Новороссия» в своем названии. Это вот Харьков, Луганск, Донецк, Николаев, Херсон, Одесская область. Харьков никогда не входил ни в одну административно-территориальную единицу, в названии которой присутствовал бы термин «Новороссия». Население на территории современного Харькова непрерывно проживает с 1630 года, когда там поселились украинские казаки из Поднепровья. Историческая украинская область, в центре которой находится Харьков, называется Слобожанщина. В Российской империи Харьков был губернским центром Слободской губернии с 1765 по 1780 годы. Слободско-украинской губернии с 1796 по 1835 годы. Затем Харьковской губернии. Ни в Российской империи, ни в СССР до 1932 года такого административного образования, как Одесская область, не было. В 1921-1922 годах Одесса и окружающие ее территории входили в Херсонскую губернию, таким образом не имея никакого отношения к так называемой Новороссии. Они были в 20-е годы, в 22-м, в 21-м годах при создании Советского Союза, переданного от России в Украине. Эти утверждения не соответствуют действительности. Создание Союза Советских Социалистических Республик произошло 30 декабря 1922 года. При его создании, а также в 1921-1922 годах, никакие территории от России, Украине не передавались. Формирование современной российско-украинской границы происходило иначе. 7 ноября 1917-го своим третьим универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила формирование Украинской Народной Республики, УНР, в границах девяти губерний Российской империи, с преобладавшим украинским населением. По договору от 12 июня 1918 года РСФСР признала украинскую державу в ее границах. 30 декабря 1922-го был заключен договор об образовании СССР, также не затрагивавший вопросы границ между входящими в него республиками. Они были в 20-е годы, в 22-м, в 21-м годах при создании Советского Союза, переданной от России Украине. Формулевка простая была у коммунистов, для того, чтобы поднять процентное соотношение пролетариата на Украине. Это утверждение не соответствует действительности. В состав Украины вошли губернии с преобладающим украинским населением, безотносительно к их социальному составу. В 54-м году Хрущев, который любил постучать сапогом в ООН, почему-то принял решение передать в Крым, Крым в Украину. К истории передачи Крыма в состав Украины Никита Хрущев на самом деле официально не имеет никакого отношения. Событие происходило 19 февраля 1954 года, в канун 300-летия Переяславской Рады. А к этому времени Хрущев еще самолично ничего не решал, хотя и был первым секретарем КПСС с сентября 1953-го. Крым же передал Украине Георгий Маленков, а подписывал указ Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. В 1954-м Хрущев еще не обладал всей полнотой власти и был вынужден получить одобрение партийной верхушки. И 5 февраля с инициативой передать Крым выступил Президиум Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 19 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ, который 26 апреля того же года был утвержден Верховным Советом СССР. Сделано это было тогда с нарушением даже Советского Закона. Скажу, в чем было это нарушение. По действовавшим тогда нормативным нормам, по законам Советского Союза, для того, чтобы одну территорию передать от Союзной Республики другой Союзной Республики, нужно было решение Верховного Совета одного и второго субъекта. То есть, одно Республики и второе. Этого не было сделано. А что было сделано? Решение проштамповали соответствующим решением, извините, Президиума Верховного Совета и РСФСР, и Украины. Но не самого парламента, а только Президиума. Это было грубое явное нарушение действовавших тогда норм. Эти утверждения не соответствуют действительности. Статья 16 Конституции РСФСР и статья 15 Конституции УССР устанавливали, что территории республик не могут быть изменены без их согласия. В ведении республик находятся лишь вопросы изменения границ автономных республик, автономных областей, границ и районного деления краев и областей. Что же касается полномочий по изменению границ между союзными республиками, то они, согласно Конституции СССР 1936 года, относятся к ведению СССР. Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат утверждение изменений границ между союзными республиками. Следовательно, полномочия по принятию решений об изменении границ между союзными республиками принадлежали Президиуму Верховного Совета СССР и Верховному Совету СССР. Именно эти органы и приняли, согласно действовавшему тогда законодательству, решение о передаче Крымской области из РСФСР в УССР. Важнейшее решение было принято в виде закона СССР, утвержденного Верховным Советом СССР. К этому следует также добавить, что аналогичная процедура применялась и при других изменениях границ между союзными республиками. Что касается Запада, а вы что, не знаете, что после Второй мировой войны часть территории была прирезана к Украине как результат Второй мировой войны? Часть отрезали от Польши, от Венгрии, по-моему. А Львов каким был городом, если не польским? Вы что, не знаете об этом, что ли? Во-первых, этим комментарием В. Путин в целом де-факто подтвердил аутентичность более раннего заявления Радослава Сикорского об обсуждении В. Путиным с рядом иностранных лидеров вопросов принадлежности частей территории Украины соседним государством. Во-вторых, Карпатская Рутения, ставшая Закарпатской областью ОССР в 1920-38 годах являлась частью Чехословакии. Ее оккупация и аннексия 1939-1944 годов в Венгрии, союзницей фашистской Германии, не была признана ни в самой области, ни антигитлеровской коалицией. Упоминание Путиным в качестве бывшего собственника части территории Украины именно Венгрией, а не Чехословакией, немало говорит о характере и направлении мышления кремлевского лидера. В-третьих, что касается города Львова, то он был основан великим князем Галицким Даниилом Романовичем в 1256 году и был назван в честь его сына Льва. Польским Львов стало лишь почти столетие спустя, в 1349 году, когда он был занят войсками польского короля Казимира. За свою историю Львов находился под контролем польских, австрийских, российских властей. На момент оккупации города Красной Армии осенью 1939 года население города состояло преимущественно из украинцев, поляков и евреев. Публичное распространение в Путиным искаженных, фальсифицированных, несоответствующих действительности исторических фактов свидетельствует не столько о его неинформированности, сколько о его сознательном выборе, позволяющем судить о характере его мышления, а также о возможных предстоящих шагах. Украина довольно такое сложно сочиненное государственное образование. Но так сложилось, и мы исходим из исторической данности. Но это совсем не значит, что если, скажем, народ Крыма в результате государственного переворота при поддержке наших западных партнёров, озаботился о своём будущем, испугался за себя и за своих детей, и воспользовался предусмотренной в международном праве нормой, дающей право на самоопределение, не значит, что мы не уважаем в целом суверенитет украинского государства. Мы это уважаем и намерены так с уважением относиться к этому будущему. И очень рассчитываю, мне кажется, что это неизбежно, на нормализацию российско-украинских отношений и на их развитие. Субтитры создавал DimaTorzok